730 проектов на сумму более 140 миллионов рублей выполнены по программе «Реальные дела». Об этом сегодня отчитались губернатору на аппаратном совещании. Особое внимание Борис Дубровский поручил уделить проблемам благоустройства, газификации, а также ремонту дорог. Чтобы результаты реальных дел заметили даже жители самых отдаленных населенных пунктов. Что уже сделано, расскажет Егор Хвисюк. Рабочие аккуратно выравнивают шпателем лицевую часть фонтана, замазывают цементом все трещины и сколы. Фонтан в парке возвели еще в 30-е годы прошлого века. Форма простая, только два бассейна и возвышающаяся чаша. В центре внимания, по задумке автора, только струи воды. Они должны были увлажнять воздух. Долгое время фонтан был в аварийном состоянии. За его реконструкцию взялись только сейчас. Заодно привели в порядок и парк вокруг. Обрезали ветви деревьев и высадили цветы. Он уже был в аварийном состоянии. Не торчали арматуры местами. Были жалобы от жителей, что опасно. Детишки лазают, торчит арматура. На ремонт в парке Магнитогорск получил 2 миллиона рублей из областного бюджета в рамках реальных дел. По этой программе в городах и районах области решают самые наболевшие проблемы. По поручению губернатора Бориса Дубровского регион направил на это миллиард рублей. Это наказы избирателей, которые мы выполняем, потому что у нас появились дополнительные ресурсы, которые с поддержки депутатов ЗАГС Собрания были направлены на эти цели. Очень важно, чтобы люди уже сейчас увидели, как мы реагируем на их пожелания. В поселке Первомайский Коркинского района свою субсидию потратили на площадку для занятий уличной гимнастикой, воркаутом. Вот рабочие устанавливают турники и брусья разной высоты. Заниматься здесь могут одновременно 15 человек. Строительство новой площадки обошлось в 160 тысяч рублей. Это из категории, как говорят, всегда добрых дел. Это площадка, я думаю, позволит молодежи заниматься в свободное время и повышать свой физический и культурный уровень уже на этой площадке. А в школах Картолинского района на реальные дела потратили уже почти 9 миллионов рублей. Заменяют деревянные окна на стеклопакеты в школах и детсадах. Перестилают там кровлю и обновляют канализацию. Устанавливают противопожарные двери. Рабочие стараются успеть до начала нового учебного года, чтобы ученики пришли на уроки в обновленные классы. А в Челябинске сейчас ремонтируют межквартальные проезды, обрезают деревья и планируют построить дополнительные спортивные площадки. У многих районов уже все прошли, заключение договоров идет. В двух районах еще подведение итогов сегодня-завтра. Я хочу реально вместе с вами на следующем аппаратном совещании посмотреть, что сделано на сегодняшний день, что подготовлено, что уже сделано, ну и что предстоит делать. На реальные дела районы Челябинска получили от 20 до 30 миллионов рублей. Больше всего бюджетных средств поступило в Ленинский район. Егор Хрисюк, Ксения Кузнецова, Антон Зубков, Иван Генералов, ОТВ.